Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и Северо-Учайному полномочным послам господину Богдану и Господу Захарову за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его ютуб канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерства иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Вот Маш Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и заключаемым полномочным послам господину Богданову и господину Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудникам нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерства иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Продолжение следует...